Приветствуем уважаемых подписчиков и гостей нашего канала. Перед просмотром ставьте лайк, подписывайтесь на канал и не забудьте нажать на колокольчик. В Турции киллер пришел к ворам с повиной и назвал имена заказчиков. Как стало известно про им крайм, скандал вокруг студенчества потомственного вора в законе Руслана Гигичкори, его же Зиза или Шляпа младшего, получил шокирующее развитие. В этой связи позавчера в Грузии в тяжелом состоянии попал в реанимацию жестоко избитый по указанию разоблачивших Зиза турецких воров приближенный вора в законе Махари Гварамия, более известного в криминальной среде как Мацы. Потерпевший играл ключевую роль в организации тройного покушения на воров в законе Рока Тбилисского, Армана Калужского и Тимура Гули. При Гуле Мацы и оба Гигичкори были все в одной команде с теми, кого теперь они хотят убить. Гули, сам отсидевший 22 года без выхода, особенно благоволил к таким же пересидевшим, как Шарап или Кушнер. Однако ни дня не сидевший Мацы как-то сумел расположить к себе Гули. К явному неудовольствию членов семьи Гули, все последнее время он был неразлучен с Мацы. Сам Гули называл Мацы Берией, что достаточно говорит и о Маце и о Гуле. Не считая родственников, Мацы был одним из тех, по кому убийство Гули ударило больнее всего. Когда делами Гули стал управлять на миг, Мацы остался неудел безо всяких перспектив. Тогда, чтобы заполучить тяжеловесного покровителя, Мацы в обход на миг уговорил Гоги Питерского, имея на него большое влияние, дать расход Квежовичу, которому турки тем самым связывали крылья. Уладив посредством Мацы конфликт с Гоги, Квежович снова стал полноправным вором в отличие от тех, кому у турок вопросы остались. Потом за это Гоги избили, зато Мацы приблизил нам Баван. Впервые ему глянулся Мацы в 2015 году, когда тот в его присутствии столкнулся с верхушкой недобро настроенных славян, включая Шишкана, но с достоинством, хоть и не без ущерба, вышел из ситуации, где должен был остаться не вором. По словам источника, 10 дней назад к турецким ворам с повинной головой пришел некий Менгрел, близкий избитого в Грузии друга Мацы, когда-то сидевший с Рока и рассказал, что Гигичкори и Гварамия наняли его их убить. Орудием убийства выбрали яд, который надо было подсыпать ворам в пищу или напитки. Токсином отравителя якобы снабдил бывший студент. За каждого вора-убийцы было обещано 50 тысяч долларов. Тогда Горе-киллеру велели позвонить Руслану, разговорить и выудить из него как можно больше, и даже отчитаться, что первый из трех готов. Приняв звонок, Зиза изобличил себя и даже выболтал имя главного заинтересанта. За спиной Менгрела Зиза слышали 15 душ, в том числе Мзарилуа, Елерджия, Гоча, Ника, Арман, Тимур и Китаец. Все разговоры были зафиксированы и доведены до массы воров, у которых теперь есть веский повод собраться. Тем временем Мацы заехал в Москву, и судя по тому, кто обеспечил ему коридор и иммунитет, неспроста. Не исключено, что санкционированный приезд в вор в законе повлечет кадровые перестановки в московском заповеднике, где с недавних пор стало неспокойно. Ранее до этого воровской мир сколыхнула информация, что вора в законе Кобу Краснодарского интимно опустили и макнули в парашу. Как стало известно прайм-крайм, 24 мая стал черной датой в судьбе 50-летнего краснодарского вора в законе Коба Дзидзишвили, теперь уже окончательно бывшего. В тот день, поделивший его жизнь на до и после, в СИЗО Армавира Кобу опустили головой в унитаз, куда оправляются заключенные. На следующий же день несчастного сглаз долой этапировали в колонию, где с учетом новых обстоятельств сидеть ему бок о бок с нерукопожатной публикой минимум до 2030 года, не считая саратовской раскрутки. В известной истории воровского мира, это первый случай применения к действующему законнику столь радикальных мер. В этом отношении, когда-то вполне безобидный Армавир сходу обошел таких зубров ломки, как Перми или Красноярск, откуда по слухам и прибыл исполняющий обязанности хозяина, скандально прославившегося изолятора. После того, как в 1982 году Квежа подошел к Волчку, Краснодар стал филиалом Кутаиси, откуда и Коба. Начиная с 1992 года, Коба регулярно попадал за решетку. Сначала за положенные кражи, потом, как водится, зацомали. Иногда, как в 2002 году, дважды за год. Совокупный чиличный стаж в объеме 10 судимостей так и не научил Кобу находить общий язык с системой. Свою детскую мечту, стать вором, Коба осуществил в 2012 году, в самый разгар большой смуты, когда шапки раздавали всем желающим. Кобу приобщили келейно узким кругом, преследуя личный интерес и зная заранее, что воровать ему до первого вора. Так оно спустя всего несколько дней и вышло. Первым вором, что рояль в кустах, оказался Осетрина-младший, которому старшие, как самому молодому, отдали Кобу на съедение. Перед Сергеем, у которого на руках были одни козыря, Коба спасал, а его крестные отцы, те, кто сразу не открестился, ради приличия, чтобы Коба не думал, что его развели, изобразили за него суету, но неубедительно. Увидь Коба в Сергее тогда знак судьбы, глядишь, не дошло бы до такого финала. Но воровская разобщенность давала почву таким сухарям, как Коба, обманывать себя и других, выжидая, когда ляжет карта. В подвешенном состоянии Коба, упорно не желавший расставаться с детской мечтой, пробыл до 2020 года, пока его вопрос таки не решился на самом верху. Возражение от Осетрина либо не было, либо о них неизвестно. В прошлом году его корону признал, и Краснодарский краевой суд, оценив десятью годами. По этапу, на пересылке в Саратове, при первом же шмоне из Кобы на свет, извлекли его любимые цамали, бережно хранимые в воровском кармане. Точка невозврата была пройдена. Используя какие-то процессуальные лазейки, Коба, как пес на свою блевотину, вернулся в злополучный Армавир, где с ним и случилось непоправимое. Где он блатовал 30 лет. Подоплека инцидента окутана мраком, как и все, что обыкновенно касается воров в законе, тем более, где тайны охраняются режимом секретности. По одной из версий, Коба попытался влезть в земельные темы, которые на Кубане, что Клондайк и епархия избранных, одному из которых Коба якобы и помешал. Источники, близкие к Кобы, описывают ситуацию куда более прозаично. Будто бы был конфликт с администрацией изолятора и закусившие кумовья показали, кто в доме хозяин и кто есть Коба. Оперское возмездие залегендировали под правилку. Метелили Кобу несколько заключенных-прессовщиков, среди которых были армяне. Озвученная причина участия в 2013 году в избиении Асатрянов, Квижовича и Ромика, где с Кобой был весь Дедохасановский генералитет, 13 душ, Кардавы, Пичуга, Дата, Мирон, Мацы, Тимур, Фаризов. Где не могло бы быть Кобы, если бы Коба не был вором. Претерпеть от Кобы, которого годом ранее остановил Сергей, для Асатрянов было максимальным огорчением. Тогда как для Кобы, как тогда ему это обрисовали, с счастливым шансом вернуть себе имя, поквитавшись за оскорбление. Одна версия не исключает другую. В любом случае Коба заплатил высокую цену, опустившись, по всем законам драматургии, с вершины на самое дно. О том, была ли расправа одобрена кем-то из воров, история умалчивает, но потом, чтобы не пачкаться, будут говорить, что никогда такого вора и не было. И ни одна кардава не пикнет.